Добрый день, дорогие зрители, с вами Бас, и сегодня мы посмотрим на профессиональный матч по Штормгейту. Это у нас матч с недавно прошедших, даже не квалификация, а самого турнира, первого турнира по бетке Штормгейта, который был организован комьюнити, не разработчиками, и на этом турнире было очень много классных игроков, в том числе и в Старкрафте. Например, здесь у нас игрок под ником Kivion, или же известный как Top. Это корейский прогеймер, который был не прям супер успешно в Старкрафте, но достаточно неплохо, он сейчас играет в Штормгейт, и это одна из партий финала, а против него играет человек под ником Parting. Это один из самых легендарных южнокорейских игроков в Старкрафт 2. Это гений, который изобрел множество разных стратегий в той игре, и в этой игре он находился на первом месте на протяжении всей открытой демки Штормгейта. То есть у него там была какая-то просто невероятная статистика, что-то вроде там 100 побед, 3 поражения, или что-то вроде того. Я уже не помню точные цифры, но там было невероятное соотношение процента побед и поражений, и он играет за Инферналов. Да, понятное дело, что сейчас Штормгейт находится все еще в бетке, игра выйдет не очень скоро, и, конечно, баланс в игре он всегда меняется, как и во время беты, так и в целом. Но, конечно, по традициям любых стратегий у каждой игры есть некоторые трудности с балансом. Да, у Старкрафта были все время в разные периоды. То же самое, в принципе, можно сказать и про Штормгейт. В этом плане, несмотря на то, что на моих роликах мне часто люди писали, что, о боже, демоны ничего сделать не могут. На самом деле демоны достаточно сильная фракция, и у них было небольшое преимущество, как небольшое, в 10% винрейта на ладере. Это, на самом деле, серьезное отклонение от статистической нормы. Ну, в общем, да, демоны считаются доминирующей расой. Однако, со временем игроки начинают за людей тоже придумывать определенные интересные стратегии, эволюционировать и становиться все лучше и лучше. И посмотрим, как же у нас будет Топ справляться с партингом. Пока что идет стандартное открытие через собачку. Довольно-таки все просто, он смотрит, что происходит. Но при этом сам Топ, смотрите, у него очень ранняя вторая база. Это хороший старт для него, на самом-то деле, очень комфортный, я бы сказал. Потому что на этой карте, на самом-то деле, за людей играть достаточно сложно. Можно либо играть в кучу-кучу собак и пытаться перехватить все лагеря. Но проблема в том, что вот эти вот лагеря, они не пробиваются собаками. Эти козочки отбиваются очень хорошо. И, соответственно, нужно строить не собачек, а рыцарей. Рыцари, они стоят дороже, они медленные. И вы просто не успеваете зачистить все лагеря. И игрок за нелюдь, за демонов может спокойно забрать их себе. А когда он забирает эти лагеря, там рождаются маленькие всякие вот эти вот страшные вурдулаки, где он там был. Где-то здесь был один, ползал, мне кажется. Я уже пропустил его, может быть. У меня вроде как миникарта показывает, что тут есть, но я тут что-то никого не вижу. Обманывает меня, видимо, да? Похоже на то. То есть, смотрите, вот идет сейчас партинг защищать этот лагерь крипов. И просто он это сделает абсолютно спокойно на третьей минуте. А в принципе, игрок за людей тоже уже подготовил парочку рыцарей. Он может именно этим и заниматься. Он сейчас будет защищать курочку здесь и, скорее всего, потом будет как-то, может быть, даже присылать партинг. А ну, видите, вот появляются эти маленькие вурдулаки, буду их так называть. И, собственно, таким образом армия нежити, она постоянно пополняется. Армия демонов будет расти, и это большая проблема. Поэтому открыться через раннюю базу, в общем-то, логично. Он гарантирует себе экономику, ему не обязательно важен контроль карты. И он, в принципе, при этом даже сможет еще успеть хотя бы какое-то количество позиций перехватить себе. Но, в любом случае, у партинга сейчас будет хорошее преимущество первые, там, минуты 2-3 на карте. У самого партинга тоже интересный опенинг. Он идет в очень ранний дроп. Это первый думбрингер появляется. Он может уже залетать и начинать дропать противника. Это очень опасно. Это надо быть суперосторожным. И, конечно же, нужно ни в коем случае не прозевать. Не прозевать с разведкой. Сейчас они находятся в центре. И мне кажется, что партинг специально отманывает своего противника. Да, вот сейчас он полетел прямо-таки, знаете, на виду своего оппонента. Естественно, конечно, должен синий игрок его заметить сейчас и возвращаться на базу. На базе кто-то есть? На базе здесь уже один бункер сейчас стоит. И второй должен быть где-то здесь, скорее всего, пока никого нет. Два воина есть на позиции. Партинг уже вылетает сюда. Но он никуда, на самом деле, не может высаживаться по-хорошему. Да, потому что бункер стреляет с пулемета. Не очень больно, на самом деле, дефолтный бункер бьет. Но, по факту, если посадить в него какого-нибудь пехотинца, будь то стрелок или даже вот этот рыцарь, то урон будет там намного более серьезный и страшный. Там, в зависимости от того, кто сидит внутри, меняется атака. И вот конкретно рыцари запускают такую мини-циркулярную пилу, которая очень больно бьет. Но пока что партинг, видите, просто выигрывает время. Пытается фокусить сейчас рабочих. Но ничего не получается. Забрал собачку, правда, бедняжку здесь. Но, в целом, как бы ничего не добивается. При этом, за инферналов очень важно тоже не скипать экономику. Очень важно постоянно строить демонов, строить этих маленьких импов, бесов, чтобы развиваться, чтобы пополнять свои ресурсы. Эта фракция очень зависима от как раз-таки денег. Да, им нужно постоянно где-то собирать свои серебряники. Иначе, конечно, все будет очень плохо. Пока что здесь игрок за вангард решил пойти в атаку. Это довольно рискованное решение, учитывая, что здесь летает эта страшная летающая халабуда. Но все-таки, все-таки, возможно, это хорошее решение в каком-то плане. Оно рискованное, но оно может очень даже хорошо сработать. Если он сейчас отменит эту третью базу, он ее вроде как должен был краем глаз заметить. Но он решает просто нападать сразу сюда. Здесь, правда, две барс не стоят. Вот тут драться ни в коем случае нельзя. Дроп, конечно, там контролирует, он ничего не делает. Но тут... Ой, ну здесь точно не стоит сражаться. Тут слишком много защиты сейчас имеется у Инфернала. Еще здесь два обелиска на позиции будут отстреливать все это дело. Но на импов все-таки он нападает. Это спорное решение на самом-то деле. Хоть, конечно, для Инфернала экономика ее очень важна, но тем не менее. А что делать без этих рыцарей? Ведь у них есть ветеранство. Они копят свою силу, когда они сражаются и выживают. Но, блин, все-таки пока что он умудрился так размикрить, что никто не был потерян. Здесь что-то останавливается, потому что здесь, видимо, был занят. Да, тут демоны высадились. Два стрелка их уже оприходовали. Но тут тоже два рыцаря потеряно. И как бы не очень понятно, кто сейчас даже лидирует. Я бы сказал, что игрок за людей находится в более комфортном для себя положении. Демон, конечно, мог бы добиться большего. Сейчас партинг все-таки был гений в StarCraft 2. Но немножко здесь он пока не доигрывает. Однако он тоже вышел на третью базу. То есть он, в принципе, не то чтобы отстает. Но все-таки у него могут начаться проблемы, если игрок за людей скопит уже какой-нибудь хороший себе лимит. У него пока такого лимита нет. Но, с другой стороны, он ему не сильно нужен. То есть сейчас еще. То есть это у него есть третья база. У него суперхорошая экономика. Сильнее, чем у инферналов. А это как бы очень хороший показатель. Потому что обычно все ровно наоборот. У людей армия меньше. Но эта армия получает опыт. И она таким образом накапливает свою силу. И в какой-то момент происходит такой снежный ком. Когда армия людей слишком много битв подряд выиграла. И вы уже не можете ее остановить. Но, как правило, это компенсирует тем, что просто у демонов армия всегда в целом больше. Как правило. И, ну, сложновато все-таки бывает выиграть битву прям полностью. Чтобы сразу добить партию. Обычно приходится возвращаться домой. Лечиться. Терять время. И, короче, вот так вот такие вот качели происходят. Но сейчас может произойти что-то очень трагичное. Но пока это не пришло. Давайте возьмем маленькую паузу. Кстати, если вы хотите купить какую-нибудь новую игру, воспользуйтесь сервисом Купикод. Купикод это целая игровая экосистема со множеством функций и выгодных предложений. Давайте я расскажу вам про те, которые вам точно понравятся. С помощью Купикод можно пополнить кошелек Steam с самой низкой комиссией на рынке. Весь процесс очень быстрый и безопасный. От вас потребуется лишь ваш логин Steam, а также мой промокод BASSET. С ним комиссия пополнения будет на 2% ниже. Кроме того, сейчас проходит уникальная акция и по промокоду BASSET3W вы можете пополнить кошелек Steam вообще без комиссии. При условии, что это ваше первое пополнение на сайте по данному логину Steam. Здесь также можно пополнить кошелек Steam в Казахстане и есть удобный кальпулятор курса. А с недавних пор еще можно пополнять аккаунты в долларах. Кроме того, у Купикод есть подарочные карты других регионов, таких как Турция или Аргентина по выгодным ценам. А для постоянных пользователей всегда есть кэшбэк за каждую покупку. Кроме этого, на Купикоде вы можете приобрести игру гифтом на свой российский аккаунт Steam. Самое интересное, что здесь можно купить даже те игры, которые вообще недоступны в РФ. Это, например, тот же Agentverse 4 и Company Tears 3, которые вы видели на моем канале. А также очень многие другие новинки и не только. Процесс покупки очень быстрый и легкий. От вас потребуется лишь ссылка на ваш аккаунт Steam, а также мой промокод BASSET, который снизит стоимость еще на 10%. Затем оплатите товар банковской картой и примите в друзья заявку от бота, чтобы получить игру. На сайте также проводятся разные розыгрыши, в которых вы всегда можете принять участие. Переходите на сайт по ссылке в описании и не забудьте про мой промокод. Итак, демоны продолжают кошмарить здесь позиции людей. Пока, честно говоря, не очень, потому что большая часть тех, кто находился в этом десантном корабле, она была потеряна. И сейчас партинг, тем не менее, очень сильно рискует. Он берет с собой маленьких импов. Да, прикол, кстати, фракции демонов, что они могут вот так вот заряжаться и подрываться. Вот что может делать эта фракция. Это своеобразные бейлинги в этой вселенной. Очень жесткий подрыв происходит здесь на фланге. Нужно быть очень осторожным, да, нужно хорошо сплититься сейчас. Дело в том, что, да, это зарядка, это способность, она стоит довольно много денег. Там, по-моему, 25-25 по ресурсам или даже больше. Я, честно, не помню. Это немало, на самом-то деле, учитывая, что вы еще гарантированно теряете рабочего. Но урон довольно большой. Это как бы того стоит, это окупается. И проблема в том, что сейчас начинается для игрока за людей размен баз, в котором, конечно, он сражаться не хочет. Он просто выгодно сейчас отступать сюда, на эту позицию. И дома ему обороняться банально сейчас некому. Это очень плохой расклад. Да, конечно же, у Инфернала нету серьезной армии. У него пасют только один ганты. Они очень легко убиваются. Но сейчас, как бы, здесь только одна турель на страже. Ничего больше нет. Нужно уходить отсюда. Но в то же время, конечно, сам Инфернал тоже теряет одну базу. Но у него их есть две. Как бы он может еще жить на этом. Особенно, если он сейчас добьет все локации здесь у противника. Самая проблема в том, что как вообще здесь игрок за людей должен справиться с этой армией бесов. Я пока не очень хорошо это понимаю. Бесы могут спокойно подорвать пол его лимита, конечно, если будет плохой микроконтроль. Здесь делается небольшой соплай, чтобы был какой-то экстра лимит. Несколько пехотинцев выходят с главной базы. Ну, мало, мало ютов пока что у человека. Но, может быть, сейчас как-то аккуратно драться. Так, демоны заряжаются. Пошел первый. Плохо, плохо зашел. Сейчас нужно прыгать, конечно. Взрывает всего одного сейчас самурая. Это не очень хороший, конечно, размен. Все-таки я уже говорил, да, про то, что даже такой заряд стоит ресурсов. Здесь хороший прыжок. У нас три воина сразу. Но в то же время игрок за людей должен фокусить сейчас стрелков. И вся армия демона, кажется, сейчас начинает резко уменьшаться. И в итоге, да, бесов больше не остается. Никаких таких подрывных страшных монстров нету. Есть, правда, сейчас дроп. Можно будет спасти парочку этих ребят, да. Успевает он их загрузить вверх. Игрок за людей в целом потерял, конечно, базу. Это очень плохо. Но у него все еще осталась вся эта армада рабочих. То есть, в принципе, оба игрока находятся на двух позициях. Это нормально. Никто из них сейчас не отстает, серьезно. И, как бы, это хороший, на самом деле, расклад. Вот видите, садится воин в эту турель. Можно спокойно отстреливаться. И, как бы, да. То есть, непонятно, что здесь делать. Сейчас надо Инферналу. Инферналу, я думаю, есть смысл переходить в следующий уровень технологий. Переходить в Т2. И уже строить магмадонов. Но он пока, видите, находится на позиции противника. Подходит поближе. Рискованно, на самом деле, да. Потому что все-таки можно, конечно, сильно получить от этой группы людей. Проблема в том, что у самого сейчас игрока за людей. Есть ощущение, что у него нету апгрейда в командном центре. И у него нету технологий следующего уровня. То есть, он не строит медиков, например. Да, он лечится, конечно, в лагерях. Вот здесь вот, да. Кстати, все эти модельки, которые вы видите, это все временные плейсхолдеры. Да, то есть, скорее всего, все будут изменены в будущем. Поэтому знаю, что многие на это жалуются. Но отмечаю, что это просто временная моделька, которую поставили, пока вот не сделали более нормальную версию. Все-таки это бета. А здесь прилетает дроп. Партинг очень, конечно, сильно напрягает своего оппонента. Он просто не дает ему покидать базу. О, боже, это демоны появляются здесь. Потери, на самом деле, не страшные. Четыре демона было уничтожено. Четыре рабочих потеряно. То есть, в целом, один к одному. При том, что стоимость рабочих одинаковая. А за взрыв надо еще и платить денежки. Партинг, честно говоря, начинает сдавать в этой партии. И на этой карте очень сложно потом будет играть лейтгейм. Потому что здесь, видите, главная, самая богатая база находится в центре. За деревьями, которые можно разрубить. Но проблема в том, что тут придется драться постоянно с противником. С фракцией, у которой есть осадные танки. Которые могут бить очень далеко, как артиллерия. И это как бы крайне-крайне сложно. Перемикрить такого противника. Продолжается лечение сейчас на этой позиции. В целом, лечение, видите, довольно быстро. Здесь и под медиками, и под лагерем. Но проблема в том, что здесь надо будет скоро драться. Армия, на самом деле, довольно большая у игрока за людей. Ее должно хватить, чтобы спокойно расправиться с демонами. Но, опять же, вопрос в том, как будет сейчас отыгрывать все это дело партии. Как раз не игрок за Инфернал. Видите, он просто отманивает противника. Он так очень такие простые трюки из Сунь-Зы Искусства Войны использует. Просто, видите, отманил противника. Сразу же полетел к нему в гости. Бункер тут стоит, кстати. Да, он, правда, ремонтный сейчас. Но фишка в том, что это снова демоны. И демоны залетают хорошо. В этот раз получше намного. Да, то есть, уже больше забрали рабочих. Но, в целом, не сказать, что это прям как-то серьезно. То есть, это не меняет положение этой игры. Ставится защитная турелька. Быстренько. Это способность. По способности нам больше урона. Но, в целом, позиция интересная. В кустах сидят демоны. Их не видел. Сейчас игрок за людей. Сейчас будет огромный подрыв. Ох ты мой. Пол армии разносится сейчас вот этим подрывом из засады. Партинг очень красиво здесь отыгрывает. Просто феноменально. Ускорение срабатывает на этих демонах. Это их способность, которую можно активировать после особого апгрейда на уровне технологий. И, правда, в том, что сейчас игрок под ником ТОП. Игрок за людей потеряет всю свою армию. По крайней мере, самые главные и важные юниты. Да, он еще пытается мыть, он стреляет в раненых противников. Но этого не хватает. Все его бойцы были уничтожены. Для людей полная потеря армии в бою. Это, как правило, уже фиаско. Это близко. Все к концу. Не знаю, отобьется он сейчас или нет. У него как будто бы нет войска. И, в итоге, он признает поражение. И партинг, который используется. Никней пришел, увидел, победил в этой игре. И действительно побеждает в этой партии. Такой был матч сегодня в Стармгейте, друзья. Это матч на самом-самом высоком уровне. Просто выше уровня игры пока нет. Напишите, как вам понравилось это или нет в комментариях. На сегодня все. Спасибо, что смотрели. Желаем всего хорошего. Всем пока и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok